Всем привет дорогие друзья! Ну что, я думаю вы уже все в курсе, что узбек Бегтимир Меликузиев сегодня ночью проиграл сенсационным нокаутом ветерану Габриэля Рассада. Мы разбираем сегодня этот бой, вы смотрите пробок с Вадимом Гринихом, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! Не хочется строить из себя Нострадамуса, но в видео, которое было опубликовано на моем канале 7 января 2021 года, я очень подробно остановился на всех технических косяках, которые присутствуют у Бегтимира Меликузиева. Это и регулярные пропуски правого прямого и правого бокового, это и опущенные руки, это и сайгак такой тык-тык-тык-тык-тык, да, который скачет с открытым забралом на соперника, просто полностью позабыв о защите. Это и руки, которые находятся у груди, да, это и задранные локти в стойке, это и использование шелдеролла в левше и так далее. Кому интересно, ссылка на видео будет здесь. Что по поводу боя с Габриэлем Рассада? Вот у меня вопрос к команде Бека и к нему самому. Неужели он думает, что вот его соперник, да, и его команда, это вот идиоты, да, которые вот просто при одном виде олимпийца с таким количеством регалий, да, просто испугаются, наложат в штаны и в ринге ничего не смогут показать. Неужели он думает, что они не будут разбирать его технику, не будут разбирать его технические огрехи, не будут делать ставку на то, что у него руки постоянно находятся ниже бороды, да, вот здесь на уровне груди и не воспользуются этим в бою. Вот смотрите, начинается поединок. Габриэль очень плотно перекрыт, да, руки вот здесь вот находятся. Он помнит о защите, он помнит, что соперник у него очень бьющий. В то время как у Бека руки находятся где угодно, но только не на бороде. Конечно, зачем такому мастеру, как Бек, да, у которого серебряная медаль Олимпиады, серебряная медаль Чемпионата Мира и бронза Чемпионата Мира, зачем ему защищаться вообще? Защита это для лохов. Бек у нас мастер, чемпион, у него такие ноги, у него такие удары, он один раз попадает по корпусу, ни один соперник не выдерживает. Но Габриэль, представьте себе, выдержал и когда оставалось 50 секунд до конца первого раунда, очень так метко, спокойно, да, как бы примерился. Раз, правый боковой, да, в челюсть, соперник не реагирует. Легонечко, так вот, аккуратненько, раз, обозначил и все. Так, понятно, значит здесь у нас все-таки дырка есть, значит сюда можно залепить и соперник ее не увидит. Правильно? Правильно. Во втором раунде, что мы увидели? Бек все так же уже такой вот, резкий дергается, хоп-хоп-хоп, набросил, ударил, смещение все красиво, прям как Мэни Пакьяу в молодые годы. Ну не зря Андрей с канала Лаборатория Бокса сказал, что, блин, ну вот летает по рингу, бег буквально как Мэни Пакьяу в молодые годы. Действительно, очень красиво. Но еще один такой теперь момент, он и падает лицом вперед, как Мэни Пакьяу в былые годы, в нокаут. Вот Маркес, под самый гонг решил. Ой-ой-ой-ой-ой. Что во втором раунде? Продолжу свою мысль, да. Когда Бек бьет, Рассада контратакует. И контратакует абсолютно по незащищенному Беку. Бек наносит двойку, наносит ее отсюда, остается на ударной дистанции. И Рассада его встречает сразу же после атаки Бека. И попадает. Бек не реагирует до сих пор. То есть вот здесь вот, по идее, уже тревожные звоночки прозвучали для Бека. Что нужно защищаться, не нужно относиться к сопернику расхлябанно. И я не знаю, заметили вы или нет, но уже во втором раунде Бек очень серьезно задышал. У меня есть этому логичное объяснение. Он выбросил уже за первых два раунда очень большое количество мощных акцентированных ударов. Сколько он там по печени, по корпусу лупил и справа, и слева ударов не счесть. Все они были акцентированы. То есть он вкладывался в них полностью, позабыв про защиту. И уже к концу второго раунда он брал довольно-таки длительные паузы для того, чтобы подышать. И это все как бы в конечном итоге привело к тому, что его поймали. Третий раунд. Начинается. Бек уже не такой активный. Уже не такой как бы... Уже не так лихо прыгает. Уже не так лихо бьет. Рассада все ждет своего момента. Тут раз прилетает правый прямой. Короткий. Точно в бороду. Бек не реагирует. Все. Это уже как бы начало конца. И вот на каждую еще атаку Рассада уже видно, что пытается как бы зарядиться и ответить. Очень жестко. И вот в этот самый момент, да, Бектемир... Ну вот у меня такое ощущение сложилось, что вот после первого раунда он прям очень сильно поверил в себя и стремился закончить бой досрочно. И именно этим и объясняется вот эти акцентированные... Большое количество акцентированных ударов во втором раунде. И к третьему раунду он уже был просто как бы замученный этими самыми акцентами. Потому что он не стремился боксировать. Он стремился вынести соперника с ринга. И вот этот самый момент, да, бросок абсолютно неподготовленный. И в том видео, да, о котором я упоминал раньше, я говорил, что у Бека очень размашистые удары. Он порой просто напоминает пловца стилем... Королевого стиля. И вот этот самый момент, да, когда он бросается на рассаду, он выбрасывает левый размашистый боковой. Челюсть абсолютно с правой стороны открыта. И рассада в этот момент бросает короткий акцентированный правый боковой, который залетает точно в челюсть. И Бек падает лицом вперед, как срезанное бензопилой дерево. Пум! Поберегись! И все. И вот это дерево обрушилось точно так же, как и его карьера, собственно говоря. Возвращаясь к поединку с Сергеем Ковалевым, мне многие писали, что Ковалева Бек вынесет просто в одну калитку. Просто вообще никаких проблем не испытает. Пяти раундов Беку хватит, чтобы с Сергеем Ковалевым разобраться. Я думаю, теперь многие из вас видят, что могло бы произойти в таком поединке. Во-первых, Сергей Ковалев все-таки выступал бы в категории для себя, да, точнее вес бы был бы договорной. Многие знают, что на Сергея очень неблагоприятным образом сказывается весогонка. В данном случае вес бы был бы договорной и Сергею было бы намного проще. Он бы чувствовал себя гораздо легче, он бы был бы более активным на ногах и был бы гораздо жестче. Кроме того, по теории заговоров, да, от любителей теории заговоров, хочу немножко накинуть вам, как так сказать, дермица на вентилятор. Вот, подбор соперника, да, Габриэля Рассада, вот немногие знают, что он из Филадельфии. Один из совладельцев компании Golden Boy, а именно Бернард Хопкинс, который очень активно радовался в углу вместе с владельцем компании Golden Boy Оскаром Далахоя, да, победе Габриэля Рассада, он тоже из Филадельфии, имеется в виду Бернард Хопкинс. И вот, подбор такого соперника, вроде кажется, что на убой, да, что вот сейчас бег зайдет, один раз треснет слева и все, как бы, штабелем Рассада упадет. Многие просто забыли, что перед этим Рассада выдал сложнейший бой Дэниелу Джейкобсу, а Джейкобс реальный топ, то есть который противостоял в свое время и Головкину, и Альваресу, и дал им очень сложные бои. Рассада, по мнению многих экспертов, выиграл Джейкобса. И вот были такие шапкозакидательские настроения, что сейчас бег просто положит Рассада. Но вы сами увидели, что расчет был как раз на то, что бег вымахается и его подловят. Собственно говоря, эта стратегия была эффективно реализована в ринге. Я думаю, сейчас бегу нужно будет очень капитально просто пересмотреть весь свой бокс, забыть о том, что в любителях он был четкий, резкий, как пуля, дерзкий на ногах. Да, ему все сходило с рук, потому что перчатки были с функцией антинокаут. И даже если его встречали справа, да, навстречу били справа через руку или правым боковым точно в челюсть, и он держал, то здесь с очень тонкими профессиональными перчатками 10 унций он держать уже так не будет. И любое попадание навстречу от маломальски бьющего боксера будет заканчиваться именно вот тем самым падением лицом на канвас. Вот, вот такие вот мысли по поводу боя Рассада Бегтимир Меликузиев, Беку здоровья, успешного продолжения дальнейшей карьеры, сделать выводы из этого поражения, ну и вернуться сильнее. С вами был Вадим Гриних, вы смотрели ProBox, ну и вы знаете, что делать. Колокольчики, лайки, инстаграм. Пока.